Поворот, 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 а потом докручиваешь свой верх. Я двигаюсь отсюда, да, и отсюда, да, да, отлично. Мы много знаем о вас из официальных источников, вашу биографию и так далее. А расскажите, как все происходило именно вашими глазами, как вы попали в танцевальный спорт, как в нем развивались, достигали успехов? У меня просто не было другого пути, нежели пойти танцевать. Родители у меня заслуженные артисты России, они балетные, они всю жизнь танцевали, и я выросла, в общем-то, в театре. Мы были такими детьми этого театра, которые все время присутствуют на репетициях, участвуют в разных спектаклях, когда там задействованы маленькие дети. А сестра у меня танцора международного класса, прекрасная преподаватель, она танцевала и в Санкт-Петербурге, и в Москве, и в результате вернулась в Омск. И, в общем-то, родители, наверное, думали о том, что на этом наша танцевальная династия закончится, и всеми способами пытались, чтобы я оказалась в каких-то других видах спорта, я плавала, я занималась теннисом, искусством экибана и так далее. Но, видимо, ну вот как-то вот меня тянуло. И был какой-то турнир в Омске, когда приехала моя сестра, я пришла посмотреть и, ну, просто влюбилась в этот вид спорта и поняла, что я хочу танцевать. У меня уже было такое достаточно сознательное желание танцевать, потому что я как-то пробовала в детстве, ну, в общем-то, что-то не пошло у меня с партнерами. И так серьезно, вот когда я вернулась, мне уже было 11 лет, это очень поздно для танцевального спорта. Вот, и, соответственно, вот в 11 лет я приняла решение, что я хочу танцевать. И родители сказали, ну, коль ты хочешь танцевать, будем делать это максимально серьезно. Я танцевала в Артажских Зарях, моя сестра меня тренировала, Валерий Валерьянович Морозов также тренировал меня. Приезжали московские педагоги, были показательные выступления Виктора Анатольевича Никовского и Ларисы Леонидны. Давыдовой в Омске, после чего папа их увидел и сказал, говорит, хочешь танцевать, поедешь к ним. Вот, и отправил меня в Москву. Так сложилась моя карьера, я уже оказалась в 13 лет в Москве. А когда в 11 лет начинаешь, ну, или продолжаешь после долгого перерыва, как к достижениям вернуться? Ведь, насколько я знаю, что нужно пройти определенный путь, определенный, чтобы попадать вот из категории в категорию. Как у вас это все было? Вообще, как мне всегда говорил мой тренер Лариса Леонидовна, она все время говорила, что у нас основная битва будет во взрослых. Это возрастная категория 19 и старше. Все, что происходит до этого, это этапы. Кто с какой скоростью эти этапы проходит, зависит непосредственно от самого спортсмена. Если есть огромное желание, и ребенок понимает, что он действительно этого хочет и готов проводить все время в зале, то он, соответственно, эти этапы будет догонять достаточно быстро. Да, поэтому мне кажется, что при огромном желании, да, то нет никакого приговора. Есть танцоры, которые начинают действительно очень поздно, но при этом вот это желание и стремление приводит их к высоким результатам. Когда смотришь выступления бальных пар, то у 90, если не у 100% девушек, женщин, возникает одна единственная мысль. Боже мой, как красиво! Ну и потом кто-то продолжает эту мысль, надо отдать детишек в танцевальный спорт. Но потом начинается, как вот я в одном из комментариев к публикации после турнира прочитала. Вот, мы это все не так представляли, это первый в жизни наш турнир, три пары на одном стуле переодеваются. Так вот, что это за мир изнутри и на что можно рассчитывать, когда туда попадаешь, с чем предстоит столкнуться? Сейчас, мне кажется, создаются все условия для спортсменов. Есть врачи, есть большие раздевалки всегда. Мне кажется, что единственная проблема, это, конечно, что у нас на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Вот это действительно проблема. И мне кажется, что в детском возрасте здесь в основном проблемы возникают в том, что нужно договориться не только спортсменам, но и родителям. У них должны совпадать интересы, у них должны идти общие цели, к которым они движутся вместе. И здесь большое количество тренеров, спортсмены и родителей. То есть вот эта группа людей, они должны договориться. Мне кажется, вот это самое сложное. Сколько лично для вас в больных танцах спорта, сколько искусства и творчества? Спрашиваю, потому что вы очень успешно выступали в шоу, где, конечно, вот эта театральная, драматическая составляющая, она очень важна. Я, будучи еще совсем молоденькой девушкой, я училась в институте в хореографическом, и у нас была дипломная работа. И уже тогда я писала дипломную работу на тему, чем являются бальные танцы, спортом или искусством. Здесь огромная доля вот этого творчества и поиска такого, да, себя, своего танцевания, своего лица, быть не похожим ни на кого, а нести непосредственно вот такое что-то уникальное, что свойственно непосредственно для вас, как для отдельного спортсмена или для вашей пары. Поэтому мне кажется, что здесь каждый для себя вот эту балансировку спорта и искусства находит свою. Я не могу сказать, что то или другое, хуже или лучше, просто мы все разные, у нас разные особенности тела, у нас разное развитие, у нас разные приоритеты жизненные. Поэтому каждый из нас делает выбор в своем направлении и выбирает вот этот вот нужный баланс двух составляющих. Но то, что там присутствует и одно, и другое, это железобетонно однозначно, да, просто вот эта вот процентовка, у всех абсолютно разная. Как часто вы расстраивались, если, ну, например, выступили хорошо, эмоционально, красиво, сами довольны своим выступлением, но кто-то другой вас обошел и, допустим, медаль досталась не вам? Когда ты приходишь в спорт, это означает соревнование. И весь тот путь, который мы проходим, все те бесконечные тренировки, на которых мы постоянно, мы живем в залах. Это все делается для того, чтобы, естественно, выигрывать для того, чтобы... Это нормально абсолютно, это нормальная мотивация для любого спортсмена. Никто не приходит в спорт, чтобы быть на последних местах. Ну, это... Такого не бывает. Каждый спортсмен, который танцует, он танцует для того, чтобы выигрывать. Но когда ты уже выигрываешь, и твоя карьера закончилась, вот я уже через призму своего опыта танцевания, и сейчас, будучи педагогом, я могу сказать, что, безусловно, это приятно выигрывать. И те кубки, и медали, и те титулы, которые у тебя есть, они, безусловно, греют твою душу. Но вспоминаешь ты совершенно не это. Вспоминаешь ты, естественно, тот путь, то, как ты все свое время проводил в зале, то, как ты шел к этому, и это гораздо приятнее, чем вот эта медаль, хотя и медаль важна тоже. Владимир и Мария, сегодня они здесь рядышком с нами, они сегодня показывали самый-самый лучший свой танец. Вот говорят, что бальные танцы, да, в принципе, и все виды спорта и искусства, они с течением жизни тоже меняются. Да, балет не похож на то, что было, там, 30-50-100 лет назад, бальные танцы стали другими. Вот в чем это изменение, и что сегодня требуется от танцора, какие должны быть качества, помимо профессиональных, еще и личные, для успеха? Ой, если посмотреть на ютубе вообще танцы прошлых лет, вот совсем как одно начиналось, оно, конечно, изменилось вообще, ну, тотально. То, что происходит в нашем танцевании, мы, безусловно, стараемся, как мне кажется, все равно чтить традиции тех лет. Мы стараемся развиваться по тем же принципам, которым развивались, по которым была написана книга бальных танцев. Но, безусловно, меняются скорости, меняется физическая подготовка спортсменов, усложняются очень сильно хореографии. Все развивается и все двигается на ускорение, на усложнение и ближе к спорту, конечно. Что происходит в пандемии, вот лично с вами, с вашими учениками, вообще в этом мире бальных танцев? Потому что, я насколько знаю, вот первый локдаун очень болезненно сказался на многих танцоров. Кто-то даже пытался страну поменять, чтобы находиться именно там, где есть возможность танцевать и не быть оторванным от этого дела. Ну, вы знаете, я так могу сказать, что у нас, конечно, великая держава. У нас огромная страна с самым большим количеством танцоров. И мы, конечно, на первых местах. Вот, поэтому, когда случилась эта пандемия и границы закрылись, больше всего пострадала Европа. Потому что у них очень маленькое количество спортсменов. И не имея возможности танцевать на турнирах, многие закончили. У нас, при том, что мы долгий период времени, практически год, мы не имели возможности выезжать. Ну, турниры вот только сейчас начинают возобновляться. Но при этом у нас все турниры в нашей стране, они с сентября, мне кажется, прошлого года возобновили турнирную спортивную деятельность. Поэтому пары соревновались на три страны. И поскольку уровень пар очень высокий, они развивались. И когда сейчас открываются границы, и наши пары выезжают на международные соревнования, судьи говорят о том, что мы, конечно, еще больше увеличивали вот этот вот разрыв. Потому что спасибо спортсменам, что их много, что они любят наше дело, и что они тренируются, несмотря ни на какие запреты и сложности.